Всем привет! Меня зовут Светлана и я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я расскажу вам несколько средств от опущения матки. Итак, ванночки. Какие можно делать ванночки? Необходимо взять 60 грамм листьев от дубанчика, мелко нарезать и выложить в ведро, залить 3 литра кипятка, прикрыть крышкой и поставить в темное место на несколько часов. После чего настой процедить, прогреть до комфортной температуры и принимать ванночку на протяжении 20 минут, 2-3 раза в неделю, на протяжении 2 месяцев. Следующий рецепт ванночки. Для следующего рецепта вам понадобятся кипарисовые орешки. Измельчить и залить их 2 литрами горячей воды, поставить на плиту и кипятить в течение 10 минут. Остудить прием водной процедуры составляет 15 минут. Далее, если у вас не нашлось кипарисовых орешков, можно взять полстакана кедровых, залить 1,5 литра фильтрованной воды и варить, помешивая 20 минут. Приготовленное средство вылить в большую ванну и разбавить теплой водой. Необходимо полежать в течение 25 минут. Вот такие вот ванночки можно использовать, а также спринцевание. Представляет собой лечебно-профилактический метод, который заключается в промывании наружных половых органов и влагалища, приготовленными растворами. Итак, первый раствор. Вам понадобится 70 г клещевины обыкновенной, которую нужно залить кипяченой водой в объеме 600 мл. Дать настояться в течение 2 часов, после чего настойку погреть до комнатной температуры и употреблять в качестве раствора для промывания. Орешки кипариса 20 г. Вам нужно измельчить в блендере, высыпать в кастрюльку, залить 300 мл воды, варить 15 минут, постоянно помешивая. После того, как средство остынет, делать спринцевание не более 2 раз в неделю. Третий рецепт спринцевания. Для приготовления раствора необходимо взять айву, 2 штуки, нарезать небольшими кубиками и залить теплой водой. Оставить на ночь и утром процедить, прогреть и промывать влагалища и наружные половые органы в течение пары минут. Показано при опущении матки эти все спринцевания сопутствующими хроническими воспалительными заболеваниями гениталии и с гигиенической целью. Выполнять спринцевания нужно не более 2 раз в неделю. Иначе рискуете вымыть не только патогенные микроорганизмы, но и нужные лактобактерии. Вот такие вот несложные рецепты сейчас я вам рассказала, милые мои женщины. Но еще раз повторяю, что от врача, дипломированного специалиста отказываться ни в коем случае нельзя. То есть лечение проводится вместе с назначением лечащего вашего врача, но ни в коем случае не вместо этого назначения. Всем вам желаю, дорогие мои милые женщины, здоровья и счастья. И всего вам самого наилучшего в мире.